Десна ТВ Десногорская администрация В 2019 году основными направлениями деятельности администрации оставались улучшения качества жизни горожан и повышения конкурентноспособности города. Последнее направление выражается в первую очередь в экономической эффективности населенного пункта, которую в прошедшем году удалось сохранить. Наравне с успешной деятельностью промышленных предприятий города, таких как САЭС, Полимер, Десногорский полимерный завод и других, удалось реализовать и несколько инвестиционных проектов. В 2019 году завершено строительство магазина «Смоленская» по дворе ООО «Днепровский бекон». Введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Галактика». Увеличены производственные площади ООО «Доктор Мелик». Увеличив налогооблагаемую базу, а также неналоговые поступления, бюджет Десногорска удалось сохранить профицитным по итогам 2019 года. Доходы бюджета муниципального образования за 2019 год составили 543 млн 474 тысячи рублей. Расходы 538 млн 919 тысяч рублей. В 2019 году количество жителей в Десногорске составило 27 259 человек. Это на 99 человек меньше периода годом ранее. Частью решения вопроса демографической ситуации стало значительное благоустройство Десногорска и повышение комфортной жизни в нём. «В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству пяти преддомовых территорий, благоустройство общественной зоны городского пляжа, качественный срок заменено асфальтно-бетонное покрытие и расширенный торгов. В 2019 году в рамках программы «Инициативное бюджетирование «Мой любимый город» были открыты новые детские площадки, приведены в порядок существующие игровые формы по 10 адресам, установлены скамейки и уорны в парках, на остановочных павильонах. В рамках программы «Мой любимый город» возле храма Степана Великопермского установлен детский комплекс с резиновым покрытием и завершено благоустройство сквера в 4-м микрорайоне с установкой уорн, скамеек, проведением освещения. Практически 10 миллионов рублей из программы «Мой любимый город» направлено в образовательное учреждение, на ремонт крови, посадок, спортивных актов, залов. При участии концерна «Росэнергоатом» была проведена масштабная реконструкция «Кургана Славы» с музейным комплексом под открытым небом. Не менее амбициозные проекты с заделом в 2019 году продолжат реализацию в 2020. Среди них городская зона отдыха «Атомпарк», реализация энергосервисного контракта по модернизации освещения, разработка проекта по демонтажу спортивного комплекса 4-го микрорайона. После того, как готов проект, мы принимаем решение, оно уже принято по созданию инвестплощадки, и дальше, соответственно, будем мы демонтировать здание, то, которое сейчас находится, или инвестор будет демонтировать, это мы сейчас определим потом в рабочей группе, и дальше доводить этот проект до ума. Поэтому я думаю, что в течение 2020-2021 года мы этот вопрос вместе с вами, я думаю, что решим. Также в Десногорске продолжена программа «Безопасный город», благодаря которой появилось 47 камер видеонаблюдения. Запас по установке видеонаблюдения, который у нас сейчас возгласен, мы можем подключить 128 видеокамер. Поэтому сейчас в рамках реализации комфортной городской среды, в рамках реализации проекта ТОС «Уютный двор» в 4-м микрорайоне, еще будет подключено порядка 7-8 камер. Успех администрации прошлого года – планомерная работа по открытию городского автовокзала. Новая задача – вернуть его в городскую собственность. Было принято решение о согласовании денежных средств из резервного фонда администрации Смоленской области в размере 11 миллионов 602 тысяч рублей на приобретение земельного участка с созданием автовокзала. Поэтому эту работу мы завершим в этом году. Через конкурсные процедуры приобретем вокзал в муниципальную собственность для того, чтобы дальше этот объект всегда оставался у нас в городе. Важный вопрос ближайшей перспективы – реорганизация коммунального предприятия Десногорска МУП ККП. 31 января нынешнего года рабочей группой была определена стратегия дальнейших действий с предприятием. В настоящий момент администрация муниципального образования совместно с МУП ККП занимается разработкой конкурсной документации для заключения консессионного соглашения. Эта работа должна у нас быть завершена до 31 сентября. По нашим планам мы на 31 декабря после проведения всех конкурсных процедур мы планируем выйти на заключение консессионного соглашения. По итогам доклада отчет главы Десногорска депутатами был утвержден. А деятельность Андрея Шубина на своем посту за 2019 год была признана удовлетворительной. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи – День Российской почты. Праздник был установлен в 1994 году, но в привычном нам виде служба появилась задолго до этой даты. Первые почтовые деления появились в Российской империи в Петровские времена, а именно в 1716 году. Услуги сначала ограничивались доставкой корреспонденции, а с середины 18 века почта стала принимать и посылки. За более чем три столетия суть ее работы не изменилась. В 21 веке с его гаджетами и соцсетями кое-что остается по-прежнему. Посылки – большие и маленькие, хрупкие и не очень – все они, как и много лет назад, оказываются здесь, в отделении почты. Но какой бы ни был год на дворе, почтовая служба не сможет работать без ее сотрудников. Они принимают непосредственное участие в слаженной работе всего отделения, начиная с приемки ежедневных поступлений. Это письма. Заказные и простые. Их надо будет тоже фасовать, рассортировать по участкам. Десногорск поделен на пять участков, в каждом из которых работает по одному почтальону. Принесут ли они письмо вовремя, зависит в том числе и от Анны. Придя семь лет назад на работу в почтовое отделение Десногорска, она научилась ловко управляться с тележкой и с дальнейшей сортировкой прибывшего груза. Люди не должны потерять что-то или не вовремя получить. Мы должны это, скорость, все время быстро все это делать. Быстрее все раскладывать, быстрее раздавать, быстрее, чтобы это все выносилось, чтобы люди приходили, забирали. Времени и правда немного. В клиентском зале, несмотря на ранний час, уже много людей. Все потому, что почта по-прежнему остается в некоторых случаях основным способом коммуникации между жителями не только страны, но и мира. Нужно кое-что отправить, внуков поздравить, они наши ждут подарочков. Мы не живем все в одной местности, приходится общаться, а послать что-то только через почту. Без почты все равно не обойтись, потому что вот я отправляю документы, по-другому их никак не переправить. И замечательно, что в любых условиях почта всегда работает и всегда есть к ней доступ. Почтовое отделение работает более 40 лет, открыв свои двери еще до получения Десногорском статуса города. Сегодня же штат из 13 сотрудников обеспечивает более 200 ежедневных отправок горожанам. При этом, если раньше было больше корреспонденции, то сегодня преобладают посылки из-за границы. Но независимо от объема и веса поставок, каждая из них должна прийти в полной сохранности и в назначенный срок. В городе Десногорске почта России очень пользуется большим спросом. Мы учитываем каждое мнение каждого клиента. Какие-то проблемы, какие-то замечания мы всегда устраняем. Также мы это все продумываем с руководителями почты России, чтобы клиентам стало удобнее пользоваться почтой России. В России услуги почты охватывают 99% площади страны, обеспечивая связь между жителями ее самых отдаленных районов. И нет сомнения, что как бы стремительно не развивались технологии, почта и дальше останется традиционным и основным способом связи. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова